Добрый день, НРВК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Начнем выпуск с ситуации по коронавирусу. В Башкортостане установлен очередной рекорд по числу зараженных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 290 человек. Об этом сообщает Оперштаб. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели 52 590 жителей республики. Вылечились почти 48 тысяч. На данный момент на стационарном лечении находится 697 человек. В инфекционных госпиталях развернуто 4525 коек. 86% из них заняты больными коронавирусом и пневмонией. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 917 жителей региона, в том числе за последние сутки 11 человек. За 32 неделю 2021 года зарегистрировано 1978 больных. Увеличение по сравнению с 31 неделей на 6,9%. Это 1843 больных. В настоящий момент находится на амбулаторном лечении 2977 человек. Из числа находящихся на стационарном лечении 697 человек, подтвержденных в ПЦР тяжелых 61. Среди лиц, находящихся на стационарном лечении, только те, кто не прошел вакцинацию. Отмечу, с начала пандемии коронавирусы зарегистрировали почти у 4,5 тысяч детей. 700 из них были госпитализированы. 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам замминистра здравоохранения региона Ирины Кононовой, в начале августа в стационарах республики впервые находятся 100 детей с коронавирусной инфекцией. И в продолжение темы в Башкортостане продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 845 тысяч человек. Первый компонент получили более миллиона жителей региона. За последние сутки привито почти 7 тысяч. Особое внимание эпидемиобезопасности уделяется на промышленных предприятиях. Руководство многих из них приняло решение при приеме на работу отдавать предпочтение вакцинированным кандидатам. Подобную политику сейчас реализует Башспирт. Буринтех, альтернатива с сегодняшнего дня к ним примкнул и завод Стеклонид. На нашем предприятии ведется активная кампания по вакцинации. То есть регулярно мы приглашаем сюда представителей медучреждений для проведения вакцинации непосредственно в медпункте нашего предприятия. При приеме на работу мы тоже акцентируем на это внимание и в первую очередь предпочтение даем тем людям, которые уже прошли вакцинацию. На предприятии для сотрудников предусмотрены выходные дни после каждого этапа вакцинации. Кроме этого, в качестве поощрения привитым сотрудникам выдают премию в размере 3000 рублей. Отмечу, на заводе трудятся более 550 работников, 40% из них уже привиты. По словам руководства компании, формирование коллективного иммунитета необходимо для непрерывной работы предприятия. На данный момент производственная мощность завода составляет чуть более 90%. Для выхода на полную мощность предприятию необходимо пополнить штат и еще 100 работниками. В Башкортостане за прошедшие сутки выявили 6 новых лесных пожаров. Очаги зарегистрированы в Зенчуринском, Училинском, Бурзянском, Обзелиловском и Белорецком районах. Их общая площадь более 65 гектаров. Такие данные сообщили в управлении МЧС по республике. За последние сутки пожарным и волонтерам удалось ликвидировать 3 очага. Таким образом, на данный момент продолжают гореть 10 территорий на площади в 1500 гектаров. Самый большой пожар зафиксирован в Хайбуллинском районе. Там огнем охвачено более 1000 гектаров леса. В Бурзянском районе зарегистрировано 4 очага на 342 гектарах. На территории республики за неделю произошло 30 лесных пожаров. На сегодняшнее утро продолжают действовать 10 очагов, 6 из которых локализованы. Тушение этих пожаров осложнялось их быстрым распространением в трупнодоступной и горно-таежной местности. Для ликвидации лесных пожаров была направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России. В пожарные расчеты госкомитета привлечена беспилотная авиация Росгвардии. Организована работа оперативного штаба. Кроме того, по последним данным, площадь пожара возле детского лагеря в Обзелиловском районе увеличилась до 15 гектаров. Накануне из учреждения эвакуировали 837 человек, 750 детей и 87 сотрудников. На тот момент площадь пожара составляла 1 гектар. В северо-восточных районах Башкортостана в первом полугодии реализовали 15 инвестпроектов. Их общая стоимость оценивается в 128 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиционной политики региона. В целом, здесь намерены осуществить 177 новых инвестпроектов. Они позволят создать около тысячи рабочих мест. Общая сумма вложений составит более 4 миллиардов рублей. И напомню, ранее власти республики разработали программу социально-экономического развития северо-восточных территорий до 2024 года. В документе представят видение развития территории северо-востока с контрольными точками, ответственными исполнителями и сроками реализации мероприятий в различных отраслях экономики, включая сферы сельского хозяйства, лесозаготовки и лесопереработки, торговли, предпринимательства и туризма, создание социально значимых объектов, дорожных транспортных и инфраструктуры муниципальных районов. До конца текущего года планируется завершение 64 инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Также здесь планируется актуализировать базу инвестиционных площадок. Отмечу, северо-восток занимает 14% площади Башкортостана, где проживает порядка 170 тысяч жителей. На сегодняшний день на этих территориях работают 3,5 тысячи представителей МСП. В комплекс по переработке сои в Башкортостане вложат 300 миллионов рублей. Экспертный совет особой экономической зоны Алга одобрил бизнес-план компании «ЗС Агрохолдинг». Ранее инвестор анонсировал объем капиталовложений в размере 195 миллионов. На территории ОС создадут производство соевого масла и шрота. В нем задействуют не менее 36 работников. И вот власти рассчитывают, что запуск проекта даст импульс расширению посевов сои в регионе. На предприятии будут перерабатывать до 60 тысяч тонн бобовых в сутки. Эксперты отметили, что проекты шимбайской компании реализуют национальные приоритеты развития страны в части наращивания экспорта, а также стимулируют развитие сберегающего земледелия. На сегодня сои лидирует в мировом производстве растительного масла среди всех масличных культур. Из нее производят тысячи разных пищевых продуктов. Это все самые актуальные новости к этому часу. Увидимся на РБК. Всего доброго.